На календаре первый день августа. Наверняка каждый житель и гость Самары обращал свое внимание на старинные каменные ворота, расположенные на улице Осипенко близ военного госпиталя. Немногие знают, что именно здесь находился монастырь святителя Николая Чудотворца. 1 августа 1969 года Куйбышевскому окружному военному госпиталю, который располагается на месте бывшего мужского монастыря, исполнилось ровно 100 лет. Именно здесь располагался Малаканский сад, на территории которого располагался купеческий дом, где и было обустроено первые 50 коек для больных. Рано утром 1 августа 1953 года от специализированного магазина «Главмашзбыт» одна за другой отъехали автомобили марки «Москвич». Десятки куйбышевцев приобрели машины в личную собственность. В тот день магазин продал 54 «Москвича», а незадолго до этого было распродано 45 автомобилей марки «Победа». Спустя еще 17 лет, 1 августа 1970 года, в автомобилестроении произошла настоящая революция. На автовазе коллектив слесарей-сборщиков собрал первый двигатель тольяттинской малолитражки. Появление «Жигулей» стало своего рода сенсацией. Обычные люди получили возможность ездить на современных, удобных и, самое главное, личных автомобилях. 1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Тыл – неотъемлемая часть оборонного потенциала страны и связующее звено между экономикой и войсками. Наибольшее значение играл тыл в годы Великой Отечественной войны, а 1 августа 1941 года он был определен как самостоятельный вид вооруженных сил. Куйбышев в годы войны был тылом. Именно сюда были эвакуированы предприятия, которые работали днем и ночью, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня инкассаторы. 1 августа 1939 года при Госбанке Советского Союза была создана первая служба инкассации, а вместе с ней появилась и соответствующая профессия. Таким образом, сегодня в нашей стране отмечают Всероссийский день инкассатора. Многие верующие, чтобы обрести физическое здоровье и душевную гармонию, обращаются за помощью к преподобному Серафиму Саровскому. Сегодня день его памяти. Ровно 112 лет назад, 1 августа 1903 года, Серафим Саровский был причислен к лику святых. Кстати, именно этот чудотворец является небесным покровителем города Новокуйбышевска. В первый день августа в разные годы на свет появились французский модельер Ив Сен-Лоран, легендарная советская телеведущая «Спокойной ночи, малыши» и программы «От всей души» Валентина Леонтьева, актер театра и кино Иварс Каллиндж и другие знаменитости. Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан и Тихон – именинники сегодняшнего дня. Не забудьте их поздравить. Первый день августа в народном календаре «Макринин день» или «Макрины». И хотя лету по земле еще целый месяц гулять, наши предки с этого дня начинали гадать о предстоящей осени. Так и говорили «Макрина макра» и «Осень макра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год. Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов. Это все, что мы успели вам рассказать про первый день последнего календарного месяца лета. Пусть у вас все будет просто замечательно!